Спонсор программы «Спортивный клуб» компания «Норильский никель». Здравствуйте! Вы в «Спортивном клубе». С вами Горгий Оргян, и мы расскажем о самых интересных спортивных событиях недели. Главная тема программы в Красноярске прошел чемпионат России по северному многоборью. Герои программы – чемпион мира по карате египтянин Тамер Моурси, победительница первенства России по дзюдо Анна Пашина и бывший директор культурно-исторического центра «Большой фанат шахмат» Михаил Шубский. Итак, в Красноярске прошел чемпионат России по северному многоборью. Это экзотический вид спорта, в котором соревнуются в традиционных для малых народов севера дисциплинах. В красноярском турнире приняли участие около 200 спортсменов из 10 регионов страны. Северное многоборье – технически сложный вид спорта. Включает в себя дисциплины на выносливость, быстроту, силу, ловкость и гибкость. Одна из самых зрелищных – метание топора на дальность. Здесь очень важна техника броска. Ошибка и топор, словно бумеранг, вернется обратно. Наталья Королевич – представительница Ямала-Ненецкого автономного округа. Выступает в многоборье уже порядка 10 лет и метание топора – ее конек. Все дисциплины северного многоборья ранее так или иначе присутствовали в повседневной жизни северян. К примеру, прыжки через нарты – самый сложный вид состязаний. Они развивают морально-волевые качества. Выставляется 10 макет нарт, расстояние между ними 55 сантиметров. Участнику дается не более 5 секунд на поворот. Он должен пройти эти 10 нарт, не задев, ну, во всяком случае, не сдвинув нарта. Сделать поворот после прыжков 10 прыжков и до сечения 5 секунд продолжать прыжки. Временных ограничений в прыжках через нарты нет. Судья говорит стоп, когда спортсмен нарушает правила, либо падает без сил. Яна Сауленко – 17-кратный чемпион России по прыжкам через нарты. На этих соревнованиях она побила свой рекорд. В 2012 году, когда была здесь также в Красноярске был чемпионат, я приняла 520, установила рекорд. Поэтому, естественно, мне нужно было, ну, как минимум подтвердить это. Поэтому, конечно, я настраивалась, что будет хотя бы 500. Вот, ну, там уже дальше. Естественно, когда, ну, поддержка, очень большая зала, все начали хлопать и говорить, там, перепрыгай себя, и ты можешь. Ну, естественно, я постаралась еще, там, добавила еще чуть-чуть. В Красноярском крае чемпионат страны проходит в третий раз. Первый был еще во времена Советского Союза в 1987 году, а также в 2012 и 2013 годах. В этом году Красноярск принял более 150 спортсменов из 11 регионов страны. Сегодня Северное Многоборье – это общепризнанный вид спорта. Между тем, соревнования выполняют не только спортивную функцию, но и социальную. Фактически, они не дают исчезнуть в культуре малых народов Севера. Важно то, что у нас действительно Красноярская края большой, у нас он многонациональный. И второй по протяженности в России. Мы понимаем, что нам надо, чтобы в мире все жили, чтобы знали, что есть такие народы у нас. Если мы потеряем национальную культуру, мы потеряем весь народ. Генеральным партнером чемпионата уже традиционно выступает компания «Норильский никель». Ну, как известно, основные наши производственные активы находятся как раз-таки в северных территориях России. И так сложилось, что с представителями, в том числе и коренных малочисленных народов, у нас установлены традиционно дружественные партнерские отношения. Этот чемпионат – это не единственное мероприятие, которое мы поддерживаем. Мы сейчас очень активно привлекаем организации объединения коренных народов к участию в благотворительных наших акциях, в грантовых конкурсах. В итоге сборная края заняла первое место в общекомандном зачете. В копилке нашей команды 20 медалей разного достоинства. В Красноярск приехал чемпион мира по карате египтянин Тамер Моурси. Его пригласили выступить перед молодыми бойцами. В нашем городе он всего несколько дней, но уже думает о следующем визите, который точно не будет связан со спортом. Хочешь быть лучшим – учись у лучших. Это Тамер Моурси, чемпион мира по карате Шатакан. Он прилетел из Египта в Красноярск, чтобы поделиться своим опытом с местными спортсменами. На трехдневном семинаре каратисты разбирали технику ударов и защиты, а также планирование поединок. И узнали, как вести себя на татаме, чтобы иметь преимущество перед соперником. Все три дня мы говорили о карате, о физической, тактической и духовной подготовке. Я здесь, чтобы передать свой международный опыт красноярским спортсменам, чтобы они развивались и становились лучше. Тамер Моурси не говорит по-русски, так что семинар проходил на английском языке с помощью переводчика. Но, как оказалось, языковой барьер не стал проблемой. Красноярским каратистам все было понятно без слов. Он тренирует высшую лигу, он дает их опыт нам, помогает расставить все свои мысли по полочкам, помогает не рассеивать свое сознание перед боем, во время боя. Теорию проверяли на практике. Во время спаррингов египетский каратист следил за тем, как красноярцы усвоили материал. Кстати, Тамер Моурси не случайный гость в Красноярске. Его пригласил Руслан Адамов, бывший тренер сборной Руанды по карате. Перед визитом Тамер очень переживал из-за отношений, которые сейчас складываются между Египтом и Россией. Опасался, что плохо встретят, но все сомнения развеялись, как только он приземлился. В Египте все очень сочувствуют россиянам из-за трагедии с самолетом. Это сделали не мы, это сделали террористы. Я рад, что меня очень тепло встретили, подарили мне кучу подарков и часто звали в гости. Мне очень понравилось работать с российскими спортсменами, так как они очень сильны духом и схватывают все на лету. Тамер надеется, что отношения Египта и России станут такими, как прежде. Кстати, в ближайшем будущем он планирует посетить нашу страну уже как турист. Анна Пашина стала победительницей первенства России под ЗУДО. Мы расскажем о непростом пути молодой и талантливой спортсменки. Анна Пашина – талантливая дзудаистка из Красноярска. В обычной жизни это студентка и заботливая дочь. На татаме – грозный противник. Упорство нашей героини не занимать. За плечами 10 лет тренировок. Накануне Анна добыла золотую медаль на первенстве России среди юниоров. Все поединки дзудаистка выиграла досрочно. Хорошо настроилась. Было настроение. Как-то выходило и мне легко давалось. Анна признается, настрой – это вообще самое главное. Остальное дело техники. Ведь поединок начинается еще до судейской отмашки. Это борьба с самим собой. Присутствует волнение. Да, страх. Как бы есть еще тоже более именитые спортсменки. И уходится с ними бороться. Но я всегда ухожу, настраиваюсь, что не думать о борьбе. Отвлекаюсь. Этой внутренней борьбы не замечает даже тренер Анны – Марина Ковригина. Она очень сильный боец. Никогда не видно, что она волнуется. Никогда. И всегда настраиваться от первой секунды до последней, довести достойно поединок. У нее были даже такие ситуации, когда она проигрывала встречи, причем высокие оценки. И на последних секундах она одерживала победу. Поддерживает Анну мама. Правда, на соревнования вместе с дочерью не ездит. Говорит, что это ее отвлекает. Но всегда позвонит перед началом состязаний. Она звонит, говорит, я знаю, вы победите. Мы знаем, какие там соперники у нас. Мама, ты что говоришь? Нет, я вас верю, вы не можете. Ну, раз выигрывали, вот я же говорила. Оксана Павловна поначалу несерьезно отнеслась к увлечению дочери. Думала, пара тренировок и желание заниматься спортом пропадет. Сейчас же, напротив, считает, что дзюдо много дало Ане в жизни. Спорт – это же, не знаю, это воля. Воля, там, например, выдержка, дисциплина. Сейчас Анна готовится к Кубку Европы, который пройдет в Оренбурге. Кстати, эти соревнования станут для спортсменки особенными. Она впервые будет бороться среди взрослых. Лечение боли в спине, остеохондроза, грыжи, артрозов, головных болей, контрактур и сколиозов. Центр доктора Бубновского на Абытаевской, 6, Ивильского, 22. Телефон 2-180-400, 2-180-430. А теперь наша традиционная рубрика «Разговор». Сегодня у нас в гостях бывший директор Культурно-исторического центра, большой фанат шахмат, который до недавнего времени был президентом Красноярской Федерации, Михаил Шубский. Вот для вас шахматы – это что? Для меня шахматы – это болезнь. Ну, это очень сложно здоровому человеку понять. Но шахматы – это какое-то интеллектуальное усилие, все равно ты делаешь. И если ты его… Ну, у меня, например, неделя, если я не играю, у меня начинается ломка такая, знаете, как у этого наркомана. И вот я не могу, мне обязательно нужно… Поэтому раз в неделю, два раза в неделю я обязательно, даже больной, не больной, простыл, не простыл, я обязательно иду, играю в шахматы. Потому что, ну, это состояние даже организма, даже не вот, хотя это, конечно, и сознание, но и организм. Потому что как-то это шахматы, они вот… Ну, это, еще раз повторяю, это не у каждого. Ну, вот у меня так. И я, сколько себя помню, всю жизнь, да и сейчас, у меня шахматный столик, часы, друзья, которые приходят, играют. И для бесконечности. Я могу привести пример, я один раз играл сутки. Играть сутки в шахматы – это без перерыва. Я помню, поехал там, пригласили меня на правый берег, а мы же на левом. И я даже домой не звоню, играю, играю. Все начали беспокоиться, уже дочки начали звонить. Папа, что? Сейчас, говорю, сейчас. Ну, не скажешь, что я вот дурака валяю, играю в шахматы. И мы проиграли сутки. Из этой ситуации я вынес очень интересную вещь, что вот эта информация, которую ты играешь, комбинация, они забивают все. И вот я помню, когда у меня еще машины не было, я сел в автобус, и вдруг я не мог вспомнить, кто я, куда мне надо ехать, что я. Я сидел вот как будто, вот как табульрас, как родился только. То есть до того, ну, целые сутки играть без перерыва, то есть шахматная вот эта информация забила мозг вообще весь вот так. Я читал ваше интервью, в котором вы сказали, что из-за шахмат в семье возникли проблемы. Были против? Ну, конечно, конечно. Периодически жена выбрасывала доску, доски или там еще что-нибудь. Ну, это же очень страшная вещь, особенно в молодости. Я играю в шахматы, а там она мне рядом дочурку оставила. Дочурка, ну, посмотрела, дядя играет. Она маленькая там была, два или, по-моему, года, два с половиной. И она ушла, ушла. И приходит жена, где дочь? Я, конечно, не знаю, где. И действительно, так ее потеряли, я думал, все уже. А она, оказывается, там у нас был небольшой участок, и там бабушка грядки, ягоды. Ну, и вот бабушка ее приютила, ягодами кормила. А мы все обижали, уже весь там поселок. Но она оказалась вот рядом, но просто мы не знали. Вот был такой случай страшный. Ну, вот это шахматы. Вот, вот, пьешься, все, не видишь уже ничего. Это, ну, это состояние такой души. Кто из представителей власти, с кем вы играли, лучше всего играл? Лучше всего, ну, все-таки это Хлопонин. Я, помню, играл с Хлопонином уже, я очень, было у меня так, период. И я не мог себе позволить проиграть, потому что я играл честно. Ну, если его обувал, то обувал. Ну, что сделать? Хотя можно было поддаться, может, даже что-то выиграть, может, уже отремонтировал киц. Ну, вот. Говорят, у вас какая-то игра была, да, которая длилась год, партия такая? Нет. Которую вы постоянно продолжали. Нет, это просто первый год он часто приезжал ко мне. И мы активно так играли. Он вообще первый свой этот период, он был такой азартный. А потом все-таки административную работу его сделала администратором, чиновником. И вот уже, помню, перерыв был, и уже он приехал, начал играть. Такой осторожный, такой, я говорю, Александр Геннадьевич, что случилось? Я говорю, какие-то вы не похожи на себя. Вот, говорит, опыт приходит. Ну, все равно, ну, это было очень жестко, там почти что было такое, перевес в один-две партии, один-две партии. Ну, это все равно достаточно хорошо игровое. Это у них еще с норнителя, кстати, они там все поголовно играли. В самолете летят, в гостинице сидят, они везде играли, играли, играли. Поэтому это, кстати, традиция норнителя, такая вот шахматная. С кем-то из серьезных гроссмейстеров встречались? Ну, с гроссмейстеров, ну, с Анатолием Карповым играл, тоже приезжал. Мы привозили сюда, кстати, с Гаррием Каспаровым. Был второй тур Ельцина выбора, а он был представителем Ельцина по Сибири. И я знал, что вот он будет в этот день, в этот час, в кабинете все приготовил. И первый его пустил. Говорю, Гарри, а кем, пожалуйста. О, это что-то такое, садись. И вот мы с ним. Ну, блин, до середины доиграли, а тут же эти политики все. Надо, надо убегать, надо туда. Ну, до середины. Ну, с капли, когда гаи ничего, я согласился. Вот я играл с Михаилом Талем. В Алма-Ате я стал чемпионом института по шахматам. Меня отправили, раньше такая была студенческая олимпиада всероссийская, или как она, не российская, а вот союзная. И в Алма-Ате мне удалось сыграть вот с Михаилом Талем. Сколько ходов вам понадобилось, чтобы его обезоружить? Это сколько ему понадобилось. Я, у меня тогда было, даже 20 лет не было, когда я играл, по-моему, лет 19 было, когда вот мы играли. А я запомнил его тем, что так получилось, или кто-то взял, или неправильно пальто на вешалку, и он бедный бегал по фойе, и где мое пальто, там за ним целое это, пальто куда-то делалось. И вот я запомнил, только она весь растерянный, с таким поиском пальто. Нет, он просто давал такую, ну, как бы сказать, сеанс одновременной игры, и вот я с ним сыграл. Как партия закончилась? Я проиграл. Это был спортивный клуб. Увидимся в следующую субботу в 12.30 на этом же месте. Не пропустите, и вы узнаете о спорте больше. Удачи! Спонсор программы «Спортивный клуб» – компания «Норильский никель». Продолжение следует...